Это наш администратор, я зовут Лиана, и на этом прекрасном лице вот эти вот непрекрасные брови, созданные мастером микроблейдинга. И сейчас она расскажет нам свою историю. Ну, Лиана, расскажи, где ты делала микроблейдинг? Я делала микроблейдинг у знакомой, которая обучилась тоже у ученицы Елены Нечаевой. Ой, даже не знаю, что сказать, пользуется именем. Получается, я никогда не учила микроблейдингу, я против него воюю уже много лет, а тут, оказывается, моей ученице-ученица испортила ей лицо микроблейдингом. А сколько стоила процедура? Смотрите, так как я делала коррекцию три раза, то вышло мне все вместе 7 тысяч. Каждая процедура около двух. А как ты выбирала мастера, чего ждала, как проходила процедура, что тебе обещали, вообще что рассказывали? Ну, в общем, обещали, что волоски будут тонкие, что у меня сухая кожа, и мне подойдет микроблейдинг, а не напыление. Или что будет держаться год, то есть я на год забуду о том, что у меня есть брови вообще, ну, что это нужно как-то корректировать. И что будет цвет такой нормальный, ну, натуральный, то есть он не будет серий. Вот у меня он серенький, вот если вам видно. Видно. Вам, наверное, видно, да. То, что он будет серый. Мне обещали, что он будет такой вот именно натуральный, то, что подкрашивать не нужно будет, но все равно как бы я подкрашиваю. На самом деле ты теперь вынуждена не то, что подкрашивать, ты вынуждена закрашивать то, что тебе сделали, потому что волоски очень нетонкие, они толстые, рисунок вообще некрасивый. И более того, я не знаю, как это передать в камере, но вот здесь вот по нижней линии у нее прям рубцы. Это видно, когда свет падает сверху. Чего ожидает обычно клиент? Он смотрит картинки в интернете и видит такой тонкий-тонкий красивый волосок. Часто, кстати, это ворованные картинки, потому что мастер явно не выставил эту работу у себя в портфолио. Представьте себе, что эта линия – это очень тонкий волосок в коже. Но на самом деле это выглядит вот так. Именно так выглядит пигмент, если мы могли бы разрезать кожу и посмотреть. Но мы можем это сделать. И именно так выглядит рана, которую делают микроблейдингисты. Не аккуратный волосок, а огромный разрез, внутри которого находится втертый пигмент. За счет того, что пигмент лежит на большой глубине, на очень большой глубине, они, видите, все ненатурального синеватого оттенка, плюс они стали толстыми, потому что подплыли. Ну, может быть, она, кстати, резала по нескольку раз в этом месте. То есть, там несколько глубоких разрезов в одном волоске. И зарубцевалась кожа. Какие проблемы вас ждут после микроблейдинга? Ну, это рубцевание кожи. Это повреждение волосяных луковиц, потому что мастера сложно контролируют, и лезвие проникает, и травмирует очень сильно кожу, и вглубь в том числе. Это рубцевание кожи, которое вы будете делать снова и снова. То есть, на коррекции добавятся новые рубцы, на обновлении добавятся еще рубцы. То есть, кожа в этой зоне будет очень сильно повреждена, она уже никогда не будет такой же, как раньше. И если вдруг вы все-таки решите сделать процедуру обычного перманентного макияжа, то эти рубцы, они будут кровить, пигмент будет ложиться сложно пятнами, потому что кожа совершенно другая по структуре. Ну, и никогда не уже будет не так красиво, как могло бы быть. Не верьте мастерам, которые обещают вам вот такой вот тоненький волосок. На самом деле, это вот такая щель. Если после процедуры вы вот так просто сами себе растянете кожу, вы это увидите. Мы постоянно выкладываем в наших аккаунтах, да и многие мастера, которые занимаются перманентным макияжем, макро-работы. Ни один мастер микроблейдинга этого не сделает, потому что это трэш, это просто испугает всех клиентов, они никогда не захотят этого делать. Их картинки в интернете – это всегда обман. Так не выглядит микроблейдинг на самом деле. Помните об этом, и это не последнее видео, которое мы снимаем для того, чтобы уберечь вас от этой опасной процедуры. Так как это наш администратор, и это, в общем-то, лицо студии, мы должны исправить ей то, что у нее сейчас есть, и мы пойдем сейчас удалять эту процедуру лазером. Надеюсь, удалится нормально. Знала ли ты, что это будет так больно и некрасиво? Наверное, нет. И что бы ты посоветовала тем людям, которые сейчас мечутся в выборе между мастером татуажа перманентного аппаратного и микроблейдингистом? На самом деле я не знала, что это за процедура. Мне нравился просто итог, и я очень испугалась, когда я пришла на процедуру. Это было очень больно на самом деле. Нет, я уже потом поняла после процедуры, когда она мне уже рассказала, что это такие прорезы лезвием, и туда втирается краска, пигмент. И по моим штрихам, я поняла, что это прям такие порезики, и там краска. Естественно, мне уже потом дошло, что это там не просто машинка, а именно лезвием прорезалось. Зная все это сейчас, ты бы пошла снова к мастеру микроблейдинга? К другому, к более дорогому, к любому? Нет, на микроблейдинг я бы уже не пошла. Я бы уже пошла на обычную растушевку. Пусть это сложнее, но это безопаснее. Сейчас мы пойдем попытаемся удалить лазером то, что сделано микроблейдингом, а потом я вам еще кое-что расскажу о микроблейдинге. Пока что я не услышала ни одного аргумента веского, который бы заставил меня использовать эту технику, и я остаюсь противницей этой методики. И более того, она мешает моему бизнесу. Я объясню как. Очень многие клиенты думают, что микроблейдинг — это что-то такое легкое, невесомое, очень тоненькое, воздушное и нежное. И получая настолько негативный опыт, в будущем они боятся просто перманентного макияжа, потому что вот этот аппарат страшный, он, наверное, по их мнению, может сдержать вообще трешовое с их лицами. А перманентный макияж аппаратный, в руках опытного мастера — это очень нетравматичная, экологичная по отношению к клиенту процедура. А прямо сейчас мы готовим инфографику, в которой мы прямо на пальцах по-простому покажем и расскажем, что именно из себя представляет микроблейдинг и аппаратная техника. Если вы мастер микроблейдинга, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях к этому видео, почему я, художник с опытом работы в тысячи процедур, не освоила эту технику. Ведь это всего лишь ручная манипула с маленьким лезвием, которая научится рисовать очень просто, в отличие от аппарата, вибрирующего с тонкой иголкой, которым реально тяжело научиться работать. Если же вы клиент и, возможно, когда-то делали микроблейдинг, то напишите свои ощущения и вообще, как выглядит ваше процедура, что вы испытывали. Но только после того, как вы подойдете к зеркалу и рассмотрите тщательно свои брови на предмет рубцов, допустим, или какого-то странного цвета, или попросите, может быть, кого-то сфотографировать ваши брови макро. Алгоритм YouTube устроен так, что если видео набирает много лайков, то оно показывается многим другим людям. Если это видео было для вас полезным, то поставьте лайк этому видео и помогите другим людям узнать больше о микроблейдинге. Всем хорошего татуажа! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok